Большое количество людей в настоящее время пытаются найти удаленную работу по интернету, хорошо же сидеть дома, спокойно попивать кофе и стучать по клавишам. Не нужно общаться с неприятными коллегами, терпеть постоянно стоящего за спиной босса и так далее. Преимущества работы на дому довольно явные. Но новички в этом деле мало осведомлены о недостатках. Попытаемся ниже перечислить эти самые недостатки. Высокая конкуренция. Как понимаете, желающих работать на дому много, а самой работы мало, относительно неплохая работа попадает в руки только самых настойчивых и упорных, и не сразу. Ведь компьютер и интернет сегодня есть практически у каждого школьника, а этот самый школьник не прочь подзаработать несколько сот лишних рублей на новую игру или сигареты. Вам же взрослому человеку этих денег практически ни на что не хватит. Низкая оплата труда. Удаленная работа отличается от работы, скажем, в офисе тем, что практически за одни и те же действия дома вы получаете значительно меньшие деньги. К примеру, работаете вы с текстом. Расценки фрилансеров за такую работу очень низкие, даже смешные. К примеру, 15 рублей за 1000 знаков рерайта. Чтобы прожить в большом городе на заработанные таким способом деньги, нужно работать круглые сутки. И то не факт, что полученных средств вам хватит даже на коммунальные расходы. В офисе сотрудники получают хоть какой-то оклад, которого с натяжкой, но хватает для жизни, даже если вы в течение рабочего дня толком ничем не занимаетесь. Чтобы получать хорошие деньги за удаленную работу, нужно либо быть профессионалом с большим послужным списком, в том же копирайтинге. Либо обладать узкоспециальными знаниями и навыками, программирование, умение работать со сложными компьютерными программами аудио- и видеоредакторы, создание рекламы и т.д. Если вы обычный человек, владеющий только Word и Excel, то будьте готовы к низкооплачиваемой работе с большим числом конкурентов. Риск обмана. В сети гораздо больше нечестных работодателей, чем в реальности. Обусловлено это тем, что в интернете проще уйти от ответственности, проще скрыться или пропасть навсегда. К примеру, выполнили вы чье-то задание, а денег вам никто не прислал. И вряд ли вы сможете что-то сделать. Часто фрилансер и работодатель действуют лишь по принципу честного слова. Необходимость наличия жесткого самоконтроля. На мой взгляд, это самое сложное. Часто человек, оказавшийся в домашней обстановке, расслабляется, теряет чувство времени. Ему сложно сосредоточиться на работе. Нет начальника, который бы его подгонял. В результате производительность труда заметно снижается. А ведь фрилансеру обычно платят именно за сам факт работы, а не за просиживание рабочего времени, как в офисе. Человек должен уметь правильно организовать свое рабочее время и буквально заставлять себя работать, кроме него это никто не сделает. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкит. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.